У меня небольшое сообщение по той технологии, той методике диагностической, которую придумал Алексей Егорович Саморуков. Это фрикционный тест по Саморукову. И, собственно говоря, как его можно применять в санаторном лечении и в курортологии. Возможности фрикционного теста по Алексею Егоровичу Саморукову для диагностики и контроля лечения в курортологии. Я представляю Российскую ассоциацию иммунальной медицины, и в Воронеже действует ее ячейка представительства. И мы равняемся на Московское профессиональное общество иммунальных терапевтов и организуем такие же ежемесячные встречи, семинары для членов нашего общества, на котором рассматриваем текущие вопросы иммунальной терапии, ортопедии, неврологии. И есть у нас Лига развития падиатрии в России. Это не оговорка, там, по диатрии, а не педиатрии. Очень часто читают это тоже. Это специальность, которая развивает именно медицинский взгляд на вопросы, как влияет давление на стопу и форма стопы на организм, и какое влияние оказывает организм также на функцию наших ног. У нашей российской иммунальной медицины, надо сказать, что это наша медицинская школа, это фундаментальная медицинская школа, и она несет в себе как диагностику, так и терапию, так и предотвращение функционально обратимых нарушений опорно-двигательного аппарата и двигательной системы целиком с вовлечением пациента в терапевтическую деятельность. Это важная часть вовлечения пациента в деятельность. Так, чтобы эти методики постепенно переходили из лечебных в оздоровительные. Ну и, конечно, ограничение, исключение громких импульсных техник. Здесь вы увидите и фотографии Алексея Георгиевича Самарукова, это мой учитель, и Анатолия Тимофеевича Неборского тоже мой учитель, и видите, и Людмилу Феорнину, Васильеву, это дети, которые являются нашей гордостью мануальной терапии, и активные участники и организаторы Российской ассоциации мануальной медицины. Вы видите также следение, это Нечаев Владимир Ильич, это тот человек, который развивает педиатрию, лидер наиболее важной технологии. Так вот, диагностика. Та технология, которая есть в мануальной терапии, именно фиксионный тест, он может быть применен в тех местах, где требуется узнать о том, что мы должны сделать, и как мы можем проконтролировать то, что мы сделали. И это в корректологии может быть применено. Что же такое фиксионный тест? Вы видите, здесь располагаются пальцы, они параллельно друг к другу, затем мы просим пациента наклониться медленно и плавно, и мы видим, что пальцы наши оказываются на разных углах. То есть один палец убегает. Этот феномен так и называется, феномен убегания. Ну, в мануальной терапии вы видите это проведение лечебного мероприятия, и затем мы смотрим, что же случилось в исходное положение, затем человек медленно-плавно наклоняется, и мы видим, что у нас пальцы находятся на одном уровне, феномена убегания нет, или феномена опережения нет. То есть была функциональная симметрия, нет функциональной симметрии. И каков же физиологический механизм этого? Ну, мне неоднократно счастливилось быть на выступлениях Алексея Егоровича Самарукова, он это объяснял, в общем, доступно и легко. И... Ну, я немножко посложнее, может быть. Так вот, физиологическая основа его, это работа двигательных единиц формы. Это медленные двигательные единицы, неутомляемые, работают всегда, поддерживают длину всегда, потребляют кислород, не требуют для себя глюкозы. Ну, и понятная история, что справа и слева работают мышцы, и между собой они соединены интернейронами. И вот эта связь интернейронов и обеспечивает справа и слева эту работу наших двигательных единиц. Подчеркну, двигательные единицы это мотонейрон и мышечное волокно вместе связанные. Они имеют особенность, как и сам мотонейрон, так и мышечное волокно, в отличие от других двигательных единиц, двигательных единиц скорости и силы. Девушка, сядь, сколько времени вам еще? Две минуты. Это медиальная двигательная система, это просто объяснение того, что это тест, который не контролируется сознанием. Это мужичок вовлечен сюда, и 90% аутохтонной мускулатуры не вовлекаются и работают, и при этом теменная кора в этом всего лишь 10% участия участвует. Ну и теперь, собственно говоря, что мы можем и что мы уже делали с фрикционным тестом. Исходное положение в поясничной области, да, у человека возникает асимметрия, мы проводим здесь только локальный массаж и получаем конечное положение с функциональной симметрией. Исходное положение симметричное пальцев при сгибании у нас происходит опять асимметрия. Здесь, обратите внимание, процедура проводится только в одном месте, в самом верхнем участке вот этого блока, где везде возникало движение пальца вверх. Вот этот участок соответствует вот этому. И затем мы проверяем в этом месте и проверяем ниже. И что мы видим? Мы видим, что везде движение симметричное, то есть мы восстановили функциональную симметрию двигательных единиц формы, медиальной двигательной системы, в этих сегментах туловища и в этих метамерах, в которых будут и внутренние органы, и там конечности тоже. Здесь это пример, где применялась фотодинамическая терапия. Ну, на ногах этот фрикционный тест также можно применять. Но тут фиксирована верхняя часть, нижняя опускается, поэтому, видите, здесь палец двигается вниз. В фрикционном тесте проводится лазероптерапия. Причем, что получается, мы можем точно выбрать место, где мы будем проводить эту лазероптерапию с фототитозимом и затем уже видим симметрию. Таким образом проводится и пилойтотерапия. Это на видео, тоже на наших конференциях есть. Это можно увидеть в интернете. Ну, и другие способы выбора просто воздействия и электроаппаратуры и физиотерапевтической может быть и проводится. Таким образом, фрикционный тест после Марукова выявляет фокус в области тела в зоне, которая предназначена для проведения терапевтических мероприятий. Это влияет и на эффективность терапии, ускаляет и время проведения процедур как мануальной терапии, так и массажа, ускаляет время наступления положительного эффекта от реабилитационных физиотерапевтических процедур, экономит силы и средства, и персонал, и расходных материалов и вызывает у пациентов большую приверженность дальше данной терапии. Она более точная. Применяется фрикционный тест в контроле за эффективность проводимых терапевтических мероприятий и здравоохранительных так в процедурах, так и за целый курс можно это проводить. И таким образом фрикционный тест это объективный физикальный метод исследования пациента, эффективный пропедивический способ диагностики, а также контроль лечения, здравления. Но этот способ доступен для того, чтобы его можно широко внедлить в курортологию, медицинскую реабилитацию, ну также выздоровительные технологии. Спасибо за внимание. Очень спасибо вам за этот тест. Вы лепите. Вопросы можно задать? Да, вопрос. От данного выступления. Я вот посмотрел и не сразу понял и может быть у меня вопрос скажите, вот тогда вы делали фрикционный тест или Алексей Егорович когда его придумал, что я считаю очень на самом деле интересно, остроумно, но мне непонятно на другое. Что вы смотрите? Опережение чего? Кожи? Или вы положили когда на область шириногрудного перехода? Или вы смотрите на опережение поперечных отростков? Что в данном случае опережает одно другое? Мышцы. Только мышцы. Только мышцы. Остальное все может участвовать, но главным ведущим взглядом является мышца. То есть фактически похоже. Вы наложили на кожную, мышцу же вы не можете, она скользит под кожей, правильно? Она не всегда скользит. Если вы приложили пальцы с определенным давлением, есть техника исполнения его, этот тест проверен и электромиографическим исследованием, он совпадает. Все, понятно. Да. Спасибо. Еще выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!